МИД России пригласил в Москву сирийскую оппозицию и представителей правительства Арабской Республики. Противникам Башара Асада предложено провести консультации в рамках подготовки к мирной конференции Женева-2. Свой ответ оппозиция обещала дать в течение двух недель. Ту же тему, подготовку к женевским переговорам, предполагается обсудить и с властями Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тем временем уже сообщил, что Владимир Путин не планирует встречаться с членами делегации. Вместе с тем известно, что накануне вечером глава Кремля провел телефонную беседу с Башаром Асадом. В разговоре Путин, кроме прочего, похвалил Дамаск за готовность направить в Швейцарию правительственную делегацию. Норвегия готова вывести из Сирии химическое оружие. Как заявляют в Министерстве иностранных дел Королевства, Осло может предоставить гражданские суда для транспортировки отравляющих веществ, а также фрегат ВМС для обеспечения безопасности груза. Впрочем, о готовности принять на своей территории химический арсенал и Башар Асада в Норвегии не говорят. Глава внешнеполитического ведомства Берге Брэнда лишь заявил, что его страна передаст в фонды ООН и Организации по запрещению химического оружия до 15 миллионов долларов в счет покрытия расходов, связанных с процедурой уничтожения арсеналов. Британский принц Чарльз открыл 23-й саммит Содружества нации, который обещает быть сложным и напряженным. Торжественная церемония прошла в крупнейшем городе Шри-Ланке, Коломбо. Сюда съехались делегации из 53 стран, в том числе лидеры 37 государств, некогда входивших в Британскую империю. Правда, впервые за 40 лет на саммит не приехала глава Содружества, королева Великобритании Елизавета II. Отказались от участия в форуме также премьер-министры Канады, Индии и Маврикия. Формальной причиной были названы нарушения прав человека на Шри-Ланке, в частности, дискриминация этнических тамилов, долгие годы боровшихся за независимость. По некоторым данным, только в заключительный период боевых действий от рук военных погибли 40 тысяч мирных граждан. В Коломбо критику отвергли и призвали сосредоточить внимание на других общих проблемах Содружества. Содружество должно направить свои усилия на решение проблем, с которыми сталкивается большинство государств-членов. Саммит даст нам возможность оценить и осознать достижения Содружества. Оно должно реагировать на потребности людей, а не превращаться в карательную или судебную структуру. Тайфун-убийца на Филиппинах унес жизни почти 4,5 тысяч человек. Такие цифры приводит Управление ООН по координации в гуманитарной сфере. Есть опасения, что число погибших продолжит увеличиваться. Пропавших без вести никто даже не берется подсчитать. Всего от удара стихии пострадали более 11 миллионов жителей архипелага. Из них 920 тысяч были вынуждены покинуть родные места. Не на шамуге, а о том, как филиппинцы пытаются вернуться к нормальной жизни. Тайфун Хаян заочно включен в список самых разрушительных природных катастроф, произошедших в Юго-Восточной Азии за последние тысячелетия. Беспрецедентным уже стал и размах международной помощи, оказываемой пострадавшим Филиппинам. Гуманитарные миссии на архипелаг направили ООН, США, Канада, Россия, страны ЕС и соседи Филиппин по региону. «Масштабы трагедии на Филиппинах невообразимы. Германия полна решимости помочь жителям этой страны справиться с последствиями стихии. Мы выделим 4,5 миллиона евро, но этим помощь не ограничится. Дальнейшие меры по поддержке будут включать восстановление разрушенных зданий, водоснабжение, медицинское обеспечение и прочее». По самым скромным подсчетам, ущерб от Хаяна превысит 1 миллиард долларов. Независимые экономисты и вовсе дают оценку в 14 миллиардов. В общей сложности, по мнению экспертов, на восстановление инфраструктуры островного государства уйдет не менее 50 лет. Основной удар стихии пришёлся на Токлабан, административный центр провинции Лейта на одноимённом острове. В городе, где проживали более 200 тысяч человек, спустя неделю после трагедии всё ещё нет связи, нет света и газа. Людям выдаются ограниченные пайки, за которыми они простаивают долгие часы в очередях под палящим солнцем. «Спасатели не могут быстро передвигаться по стране, поскольку дороги размыты и завалены строительным мусором. Нам сбрасывают еду и воду с воздуха, но этого катастрофически не хватает. Люди умирают от жажды и болезней. Насекомые, переносящие инфекции, быстро размножаются из-за гниющих трупов под завалами». Многие в Соединённых Штатах восприняли произошедшее на Филиппинах как свою личную трагедию. В настоящее время в Америке проживает около трёх миллионов иммигрантов из этой страны. Они являются второй по численности азиатско-этнической группой. Пентагон отправил на Филиппины авианосец Джордж Вашингтон. И в настоящее время пять тысяч военнослужащих работают на месте трагедии. «Самое большое наше достижение – то, что мы смогли передать гуманитарную помощь в Токлобан. Так что, думаю, вскоре на хорошем уровне будет организована раздача помощи». Помощь идёт на Филиппины со всех концов света. Но в условиях хаоса и разрушенной инфраструктуры наладить её раздачу пострадавшим очень трудно. В стране разразилась настоящая гуманитарная катастрофа. Повсюду бесчинствуют мародёры. А в жарком субтропическом климате – высока вероятность эпидемии. Нина Шамуя, РТВАИ Коротко о других важных международных новостях. Китай смягчает политику «Одна семья – один ребёнок». Компартия Кайнер постановила, супруги могут завести второго ребёнка, если один из родителей – сам единственный ребёнок в семье. Жёсткая демографическая политика Пекина позволяла жителям городов иметь только одного ребёнка. Семьям же в селе разрешалось иметь двоих детей, если первенцем была девочка. Болгария и Румыния не смогут вступить в шенгенскую зону с января 2014 года. По словам главы Еврокомиссии Жозе Эммануэля Борозу, и София, и Бухарест уже выполнили все технические требования. Но присоединение к соглашению откладывается из-за позиций отдельных стран ЕС. Известно, что против, в частности, выступает Франция из-за проблемы цыганской миграции. Россиян обязали регистрироваться для посещения Олимпиады. Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане, планирующие приехать на игры в Сочи, должны подавать заявление на временное проживание в городе. Правило будет действовать в рамках усиленных мер безопасности с 7 января по 21 марта 2014 года. ООН увеличивает размеры России. Специально созданная под комиссия признала участок площадью 52 тысячи квадратных километров в Охотском море частью континентального шельфа страны. Если решение будет одобрено и комиссией по границам, Москва получит исключительные права на разработку ресурсов в регионе. Против выступают экологические организации, в том числе Greenpeace. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова